Девушки отдыхают Девушки отдыхают Да я ни на каком не говорила, и моя биологическая мама, ну моя единственная мама, мы только переключились с темы отцов, у меня только одна мама и два отца, она поехала со мной на первые несколько месяцев, чтобы помогать переводить и разговаривать с преподавателем. Но последние месяцы я на самом деле не особо говорила по-китайски, а он не очень-то говорил по-английски, поэтому я была вынуждена выучить китайский. И это тоже был определенный шок, потому что до этого я жила размеренной жизнью в Сингапуре, это бывшая колония, но все равно еще очень британская в определенной мере. А потом уехала в Лондон, где у меня были друзья в школе. Вот это никак не соотносилось с тем, что я увидела в Китае. Та целеустремленность, с которой работали те маленькие дети, заставила почувствовать себя уязвимой. Сначала я думала, о, будет весело. Потом я поняла, сколько работы и уважения к своему инструменту должно быть, чтобы заниматься этим серьезно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.